Здравствуйте, друзья! Меня зовут Бахтина Елена, и я переводчик с языка человеческого тела на человеческий язык. Вчера мне написала женщина, говорит, Лена, я так хочу ходить, вот как ты говоришь, но у меня так болят суставы, что просто мне очень больно ходить. Я решила поговорить с этой женщиной, а точнее с её суставами, особенность психики у меня такая. Когда я говорю с человеком, на самом деле я говорю с его проблемным местом, пытаюсь понять, что там не так. И что мне сказали эти суставы? Эти суставы мне сказали примерно такую вещь. Лена, она сама виновата. Она сейчас сама виновата в том, что она двигается с болью, потому что мы терпели, когда она носила беременность. Мы терпели, мы даже ни единой протрузии в поясничном отделе позвоночника не дали. Потому что мы знали, что она родит, и нагрузка на суставы снизится, ну потому что и осанка поменяется, вернётся из горделивой осанки беременной в нормальную и так далее. Но она после родов наела 15 килограмм. И мы терпели. Мы терпели, мы носили эти 15 килограмм. Это 5 трёхлитровых банок, наполненных жиром. Носили, но это же невозможно делать постоянно. В конечном итоге у нас начались стираться хрящи в тазобедренных суставах. Когда там просто волной они пошли за зубринками, она не заметила. Когда она потеряла 1 треть высоты хрящей в тазобедренных суставах, она не заметила. А когда они фрагментарно вывалились, вот тогда у неё начало болеть. И теперь она тебе жалуется. Ты у неё спроси, знает ли она, что такое суточная норма белка. Ты у неё спроси, на каком принципе она кормит своих хрящей. Она не знает, что на остаточном. Ты у неё спроси, она хотя бы раз в жизни проверила свой эфиритин. А вдруг она не достраивает, потому что у неё дефицит по железу. Ты у неё спроси, когда она будет давать нужное количество витаминов и минералов для костей, для тех же самых, тот же самый кальций, чтобы встал в кости. Ты у неё спроси, знает ли она свой уровень витамина D. Вот просто спроси у неё или научи её. Потому что то, что она ходит, это прекрасно. Это сразу улучшает в нас кровоток. Но нас же нужно восстановить, нас же нужно откормить, нас нужно реабилитировать. Ой, знаете, тяжёлый был этот разговор. Поэтому, друзья, все, у кого болят суставы, легче завтра не будет, чем сегодня. На колёсах можно, конечно же, жить долго на нестероидных противовоспалительных, но это так себе жизнь. Поэтому под этим видео есть ссылка на революционную систему, которая называется «Старости нет». Мы вас расходим, мы накормим ваши суставы, хрящи, мы распоим вас для того, чтобы ваши суставы, хрящи получили свою водичку. Потому что они на 80% состоят из водички. Мы откорректируем ваше питание, вы это сами сделаете и снизите свой вес до идеального, чтобы нитритировать собственные шарнирные механизмы, что суставами зовутся. Присоединяйтесь, огромное количество людей себя отремонтировали, отремонтируйте и вы, пожалуйста.